Телевизионная трансляция Телевизионная трансляция Телевизионная трансляция Универ ТВ был создан на год раньше. И уже Ильдар Азатович тут большую работу провел. Он загорелся идеей, чтобы была профильная, просто телевизионная кафедра, студенты, которые непосредственно принимали участие в создании программ такого канала. С 2012 года Универ ТВ начал вещать в интернете. Стоит отметить, что уже тогда трансляция телепрограмм была округлосуточной. Через три года плодотворной работы телеканал вышел на новый, более масштабный уровень. Программы университетского телевидения начали транслироваться в кабельных сетях Татарстана. Ну а еще через год, в 2016 году, жителям Казани становится доступное вещание в эфире. С 2017 года телеканал транслируют в Нижегородской и Оренбургской областях, в Республике Башкортостан, а также в крупнейших ОТТ-провайдерах России. Тогда же высшую школу журналистики возглавил Леонид Толчинский. Вместе с ним телеканал вышел на уровень федеральной повестки. В программах в качестве гостей начали появляться политики, артисты и медиа-менеджеры. Универ ТВ родился 10 лет назад как органическая потребность в том, чтобы у такого гигантского, большого, с амбициями университета, был свой выразитель на большом экране. Высшая школа журналистики, как образовательная структура, готовящая специалистов, в том числе в области телевидения, видеопроизводства, она, конечно, органически привязана к телекомпанию Универ ТВ, как к своей базе практик, как к базе, где могут готовиться, совершенствоваться будущие специалисты. Рассказав историю становления Универ ТВ, мы, наконец, можем плавно переходить к самому главному, а точнее к тому, что же он из себя представляет. Круглосуточный университетский телеканал транслирует в эфир как программы собственного производства, так и программы партнеров, а также качественные научно-популярные фильмы. Нишевая направленность, образование, познание, студенческий спорт, студенческая субкультура и новости. Контент телеканала создается преподавателями, учеными, аспирантами и студентами университета. Авторами же и ведущими многих программ также являются ученые и преподаватели КФУ. Аудитория в эфирном и кабельном вещании рассчитана на людей 30 лет и старше, тогда как в социальных сетях от 14 до 25. На сегодняшний день телеканал в Ютубе имеет более 53 тысяч подписчиков, однако немаловажно то, с чего все начиналось. В самом начале развития телеканала колоссальную помощь оказали инициативные и талантливые ребята, которые организовали тандем «Громкие рыбы». Их увлекательные искрометные скетчи привлекли студенческую аудиторию и сделали массовый приток новых подписчиков. Таким образом, в 2020 году Универтв входил в 60 топовых университетских телеканалов на платформе Ютуб. Производственная и вещательная база Универтв является неотъемлемой частью образовательного процесса Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Здесь собраны самые квалифицированные кадры, которые ежегодно создают качественный медиаконтент специально для вас. Когда говорят университетское телевидение, то зачастую принимают за некий медиакорпоративный ресурс. Это не так. По крайней мере, в отношении Казанского федерального университета это точно не так, потому что университет включен в научно-образовательно-глобальную среду, сюда приезжают ученые со всего мира. Большинство делегаций, которые бывают в Татарстане, они считают своим долгом посетить старейший университет России и попадают в камеры, в объективы наших камер. Участвуя в наших программах, они создают совершенно новый контент, уже глобального, общечеловеческого, планетарного масштаба. Буквально недавно возглавивший в этом году университет ректор Ленар Сафин уже успел лично ознакомиться с инфраструктурой и коллективом телеканала. Дал указания обозначить проблемы и дальнейшие пути развития университетского телевидения. От всей команды УниверНьюз творческих успехов и креативных идей. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, УниверНьюз.